Каждый, наверное, житель нашей страны понимает, что на сегодняшний момент это одна из важнейших, самая важная задача, которая стоит перед нами всеми. И вот этот вклад, который мы вносим сегодня в автомобиль, безусловно, сделает уверенный шаг вперед, для того, чтобы мы все вместе приблизили нашу долгожданную победу. В этот раз с просьбой помочь приобретению автомобиля для бойцов на передовую обратился к главе округа Максиму Красноцветову окружной депутат Михаил Сухарев. Его зять служит 30-м губернаторском полку-минометчиком. Машина, на которой раньше перевозили миномет, попала под обстрел и пришла в негодность. Поэтому нужна новая, и такую нашли. Сегодня товарищу зяте передали от нее ключи. К торжественному вручению также присоединился председатель Совета ветеранов округа Борис Клюев. Откликнулись оперативно. За это большое спасибо, потому что это в приоритете помощи нашей администрации, нас, всех депутатов. Еще раз, от всей моей большой семьи большое спасибо. При поддержке партии «Единая Россия» мы провели мероприятие, вручили ключи от автомобиля. Для того, чтобы поддержать наших ребят, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, поддержку мы оказываем на регулярной основе. На самом деле, главное, наверное, поддерживать связь, понимать, что на сегодняшний момент самое необходимое. И попытаться, если есть такая возможность, принять участие в решении тех небольших проблем, которые у ребят возникают. Поэтому делаем все возможное. И благодарю за поддержку депутатов Совета депутатов, благодарю членов партии «Единая Россия». Только консолидация усилий приведет нас всех к нашей общей долгожданной победе. Зять мой, уже немолодой, пошел добровольно на фронт после того, как у нас проблема была с внуком, потому что внук – боевой офицер, пропал без вести, но, к счастью, он вернулся после двух недель. И он на эмоциях пошел добровольцем. Сейчас воюет, получил контузию. Предварительно этот автомобиль привели в порядок и покрасили в местном автосервисе. Сейчас машина полностью готова. В ближайшее время автомобиль отправится в зону проведения специальной военной операции. Евгения Коломец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Новости Большого округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...